А что человеку, когда у него есть тележка супермаркета, в которую можно вцепиться, что ему до страданий где-то за 3-9 земель, если у него холодильник не пусто? Если человек такое животное, которое доведено потребительством до состояния именно такого счастья в ковидсках, ты абсолютно прав. Но человек не такое существо. Человек по своей сути, по сущности своей, это такое существо, которое меняет коренным образом объективные условия, в которых живет, природные и общественные. То существо, которое принимает как данность, как неизменность эти условия, это не человеческое существо, это фактически доведено до животного состояния. И если, грубо говоря, рассмотреть все классовое общество человечества, что означает вид классы? Что означает эксплуатация человека человеком? Что означает подавление человека? Означает, что животное начало, то есть унаследование от природы формы выживания, не преобразовались окончательно в человеческие. То есть человек оскотинился, стал свиньей. Точно. А разве не это происходит? Ты говоришь, должен быть оптимизм. Откуда взяться оптимизм, если это оскотинивание мы видим повсюду? Оскотинивание мы видим, но не повсюду. Из чего бы ему этому оскотиниванию остановиться? Мы, Константин, говорили о том, что люди, особенно молодежь, и это очень обнадеживающий фактор, я говорю это как педагог, как учитель, я говорю это из точки зрения того, что я вижу у нас в кружках революционной теории, которые функционируют в Греции и в других странах уже, молодежь уже интересуется. Значит, люди не так просто доведены до скотского состояния и примирились к этому. Почему? Потому что человек без перспективы не может жить. А это капиталистическое общество. Какую перспективу дает? Ну, посмотри, всех буржуев и их идеологов и политиканов от буржуев, политический персонал, любой буржуазии в любой части мира, в любой стране. Что они предлагают молодежи? Улучшение жизни? Идеали какие-то? Шанс на попадание в их число. Да. Шанс на что? Шанс на скорство, скорское потребительство более высокого уровня, но в рамках скорства, животного состояния, да? А это что? Это разве обаятельная перспектива для молодежи? Я не знаю, что молодежи. Если ты живешь в трущобах, то может быть? Если в трущобах, да. Но в трущобах люди убеждаются фактически в том, что невозможно из этого состояния выйти так легко. Можно мечтать об этом, можно в какую-то виртуальную реальность выходить. Можно другими, допустим, применением препаратов каких-то довести себя до состояния одурманивания и ухода от реальности. Можно, в общем, идеологими любви принимать, религиозные, сектантские какие-то, да? Но от этого не меняется мир. Это не дает реальную перспективу молодежи. А молодежь нуждается в такой перспективе. Молодежь что такое? Это наиболее активная часть общества. Если эта молодежь чувствует безысходность, она найдет в себе силы перевернуть эту ситуацию. А первый шаг для такого перевертывания ситуации – это осознание такого положения. Это осознание необходимости теоретически разобраться, наушно разобраться в том, в каком обществе живем, в чем состоят противоречия, в чем состоят перспективы. Субтитры создавал DimaTorzok